привет мои дорогие зрители привет милые друзья я уже соскучилась по вам честное слово сегодня у меня видео называется опять за старое и я буду переделывать вот эти вещи вместе с вами если вам интересно оставайтесь со мной и также буду применять манную крупу не для того чтобы варить кашу а для того вы сейчас увидите для моих переделок мне понадобится белая акриловая краска черная акриловая краска и клей pva опять про краски где я беру краски я беру везде где я их увижу дешевые краски это урошоп это теди это вольвар это магазины для рукоделия в общем где увижу там беру самую самую дешевую акриловую краску на водной основе манная крупа у меня нету в пачке вот у меня в баночке но тут написано манка мне а также понадобится кисть средней жесткости но с грубым ворсом и кухонная губка но а для перекраски фонаря я возьму вот такую среднюю кисть с мягким ворсом и так фонарь был вот изначально таким прошлый год мы с вами делали его для зимних украшений и кому интересно еще например спрашиваю девочки где посмотреть видео то есть новенький кто пришел я вам сейчас покажу заходите на главную страницу канала креативный дом и вот здесь плейлист плейлист нажимаем и смотрите сколько здесь всего то есть на любой вкус она любую тему есть и про организацию видео про уборку влоги подделки переделки в общем все что вы хотите но я сейчас зашла в зимние украшения для дома и этот фонарь как раз находится здесь в этой папке зимние украшения для дома но кому интересно и есть еще кроме этого видео 69 вы видите здесь вот на этой стороне до находятся все эти видео то есть открываете любую папку по вкусу по вашему и смотрите надеюсь я ответила правильно на ваш вопрос где найти еще видео интересно и так это вот этот фонарь я немножко его переделала взяла веревку вот здесь приклеила потом обожгла ее чтобы волосинки ворсинки не торчали сверху приклеила вот крышечку и чашку пластиковую от йогурта и буду все это переделать но для начала я переделаю вот эту синюю вазу и кашпо для цветов у меня три кашпо и они все разных цветов но мне нужно чтобы они были все в одном цвете меня также спрашивали про гладкие поверхности нужно ли их протирать конечно естественно нужно их протирать перед тем как красить и если вы надеетесь эту вещь сохранить долго нужно еще пройтись и наждачной бумагой чтобы поверхность была шероховатая или хотя бы протереть обезжирить любым средством водкой средством для снятия лака что у вас есть дома ацетон и так далее так начинаем для начала я смешаю белую краску с манкой и подожду чтобы она у меня разбухла ну подержу где-то примерно полчаса манки добавляете на ваше усмотрение я добавила немного манки и вот она разбухла и такая масса получается теперь я обработала кашпо и буду вот этой вот этим поролоном наносить массу можно носить кистью например да вот вы намазали и затем пройтись уже поролоном можно оставить структуру а еще краска обязательно должна быть густая потому что жидкая краска будет стекать обязательно должна быть густая или разведите пабу погуще массу но густая масса тоже может стекает в общем краска желательно чтобы было густая я делаю грубые такие вот ляпы специально чтобы у меня кашпо было такое структурное вот с такими большими выпуклостями и буду сушить феном если мы поставим наше изделие то может краска стекать будут такие выпуклые капли большие лучше этого не делать лучше сразу посушить феном и так я сделала вот такую шершавую поверхность и затем я еще буду красить можно было серую краску или черную краску добавить что получилось серое сразу но манка она дает все таки какой-то желтизну поэтому нужно просушить хорошо и затем уже я добьюсь того цвета какой мне нужен не все же белыми белая мебель и сюда поэтому буду красить серым если вы хотите красить кистью покажу то у вас получится вот так это совсем выглядит по-другому это был кувшин у меня старый при старый темно-синий и вот смотрите совсем по-другому смотрится да то есть тут вот такие большие кусочки манки остались мне нужен такой вот кувшин под старину и кистью красить и тогда высоту все время высоту да или снизу вверх или сверху вниз вот не поперек вдоль и тут манка у меня не размешана вы видите какие шипы и так как вы хотите да можно так можно так тут как вы видите я делаю более мелкую такую структуру сейчас вы возможно скажете мила не показала как перемешивать манку сейчас я буду синий кувшин красить и я как раз покажу как смешать манку да какое количество там мне нужны будут тоже пупырышки и поэтому я не буду ждать когда она у меня станет вот такая мягкая и однородная масса поэтому покажу итак кашпо можно вот уже оставить белом цвете сверху покрыт клеем пва два раза вместо лаком но и внутри тоже не забываем красить кашпо да то есть внутренняя часть потому что вот видно что тут розовая тут я уже работаю кистью погуще прокрашиваю тоже чтоб край был шершавый но сантиметра на три наверно в глубину ухожу сейчас я покажу вот таким образом наляпываю краску это же высушил феном кашпо оставляем сторону вот эту вазу я пока оставлю такой вот ребристая она мне напоминает что-то глину да вот как будто она из глины сделано теперь такая старинная ваза она мне нужна в таком пока виде ну может потом я ее и покрашу но пока мне нравится то что синий цвет вот который в котором она была выкрашена или сделано он выглядывает ну а сейчас переделаю вот эту вазу здесь отколотая ручка она еле держится я ее замотаю веревкой для начала и потом грубой краской с манкой покрашу и сейчас я покажу вам как я перемешиваю манку с краской ваза очень старая в нескольких местах поцарапанная даже отбитая я беру веревку и начинаю приклеивать вокруг ручки веревка у меня обыкновенно с которой я всегда работаю и вот этот скол я сейчас буду заклеивать вот таким образом обручку получится у меня такой бога декор и здесь я промазываю клеем не только ручку ну вот тоже и веревку саму чтобы плотно все это держалась вот у меня так получилось переделывать или нет это дело вкуса и стиля нельзя сказать зачем ты это сделала вот у тебя там такие дорогие вещи нет я еще раз повторюсь дело вкуса и стиля вот теперь я взяла много белой краски и буду смешивать с манной крупой сыплю понемногу где-то у меня наверное здесь вот три столовых ложки на такую массу то есть масса должна быть достаточно густой вот смотрите да можно подождать как я уже сказала чтобы манка разошлась тогда масса у нас однородная или оставить вот так как у меня комками да то есть смотря как вы хотите вот если вы хотите более ровную массу подождите полчаса пока манка разбухнет я же буду прямо сейчас так красить и вот беру кисть да и прям на наношу вот вверх вниз вверх вниз вот такими кусками комками чтобы оставались комочки да такие линии грубые то есть я делаю это специально побольше беру массы и оставляю вот эти комочки втираю примат видите получается такая структура вот потом ручку я покрашу белой краской и так наляпываем наш мягиваем покажу вот видите верх-низ я не провожу поперек я провожу верх-низ то есть мы делаем вот эту вазу или кувшин под старину такая получается структура у нас грубая будто глиняная сейчас это моде сейчас все такое натуральное народную входит в моду то но кто придерживается вот этих стилей пожалуйста то нет конечно и может и не понравится но мне нравится более простые такие лаконичные всякие вазы всякие изделия до поделки можно туда-сюда вот так сделать кистью чтобы эти бугорки оставались и так я докрашиваю мою вазу если вы хотите чтобы бугорки были еще больше можете прям наляпать ну и вот так уже на полу сухой вазе до кое-где пройтись вот наш мягиваем наляпываем и промазываем и получается глиняная ваза можете взять любой любимый цвет какой вам нравится да кто-то любит бежевый зеленый там серый розовый и так далее да то есть делаем какой нам нравится но хочу заметить что такие вазы глиняные как бы глиняные они смотрятся только в пастельных тонах сильно яркие они выглядят нелепо да то есть глиняные еще и яркая смотрится как-то неудачно так дальше вокруг ручки я вот так вот подпекиваю как бы туда краску с манкой и затем ручку я тоже покрашу белой краской вот таким образом и здесь тоже аккуратненько не измазав если испачкаете кто делает со мной то можно взять спички с ваткой и потереть слишком много наносить не нужно потому что получается такие небольшие потеки поэтому лучше нанести средняя и масса хорошо просыкает конечно естественных условиях да не феном но так как хотя я ее могу оставить до завтра я ее перекрашивать не буду и покрывать клеем пва как лаком тоже не буду поэтому я ее могу оставить и до завтра просыхать вот как то так да еще спасибо большое за совет кто мне посоветовал смешать с манкой я раньше этого не делал я раньше с песком смешивал у меня даже есть видео тоже очень крепкое изделие получается с песочком очень-очень крепкая и но естественно красивая да вот кому интересно можно посмотреть такое видео вот но с манкой мне тоже понравилось достаточно крепкая но если мыть конечно или замачивать она может и отойти слоями поэтому лучше покрыть вот но если вы хотите потом вазу переделать то можно и не покрывает лаком сверху еще поздравляю всех мамочек и учеников началом учебного года в германии уже в августе началась школа да а да и с осенью кстати сентябрь сентябрь но у нас пока стоят недостаточно жаркие не знаю как у вас там погода на вопрос куда я пропала у нас опять гости у нас друзей родственников с разных стран знакомых очень много поэтому часто гости у нас ночуют приезжают бывает что говорят я еду и все поэтому я не могу снимать в это время видео естественно мы общаемся на гуляем поэтому я иногда и не снимаю видео так что извините простите бывают такие моменты спонтанные да вот или мы хотим поехать попутешествовать тоже да то мы решаем вот завтра прям едем и не все в это так мы оба такие бывают так решение выносим конечно планируем все думаем продумываем но иногда вот на короткие расстояния так решаем сели и поехали вот так спрашивали где я беру антикварные старинные вещи красивые разные всякие мы хорошо дружим с соседями они у нас пожилые часто они расхламляются тоже и говорят тебе не надо мне надо я переделаю даже если это что-то разбито или лопнутое как вот эта ваза была эту вазу меня дали не хотели выкидывать но говорит посмотри может что-то переделаешь говорю конечно и вот она мне пригодилась то есть это кувшин а не ваза вот получается вот так но красить не красить вы сами определитесь да а вот внутри вот эту горлышко нужно покрасить потому что будет видно его вот и сверху я буду покрывать белой краской но кувшин на ранец сейчас я вот подмажу где сильно светится синяя а ручку точно и посмотрите мои исследования показали когда я подмазываю здесь до база становится еще структурный потому что масса уже подсохла и вот такие ляпы они делают его более выпуклой вот так вот смотрится как я обожаю что-то переделывать особенно что-то тряснувшая лопнувшая вот не выкидывать а просто взять и сделать какую-то нужную вещичку какую-то мне нужную вещичку вот ну и кто любит это делать пожалуйста получается вот так теперь я крашу белой краской ручку я хорошо втираю чтобы было видно веревку и и плетение или переплетение ну вот кто любит элегантный лаконичный стиль приобретайте вазы однотонные без каких-то там украшать из животных или каких-то там цветочков бабочек стрекоза чек да и так далее то есть простые вазы на все времена это как базовая одежда они всегда богато смотрятся украшают хорошо интерьер любого цвета только однотонные но если только небольшие девочки золотом или чем-то еще да конечно не считая стиль бога там конечно тоже есть разные всякие геометрические фигуры мы с вами еще будем делать такие вазы вот но а на все времена всегда простейшие 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 вазы любого цвета также это касается насыщенных цветов не покупайте слишком ядовито насыщенные цвета это тоже портит весь интерьер это как бельмо в глазу кидается прямо на тебя то есть простейшие это для тех кто хочет разумно поступать экономить деньги да и не раскидываться разбрасываться каждый год на какие-то вазы или безделушки так я сейчас перекладывать эти ветки с правой вазы в левую опять как же смотрится увидим и выглядит это все вот так сейчас тоже кстати модно натуральные вот такие всякие пушушечки веточки травки да можно просто покрасить корягу это красиво но в эту правую вазу мы потом с вами сделаем огромные шикарные листья и ветки будет целый букет кому интересно заходить тоже подписывайтесь на мой канал и так почему белая потому что у меня в интерьере или у нас в интерьере больше белого и вот такого цвета пшеничного это тренд на этот год и он будет вечно молод потому что натуральные цвета как бежевый коричневый рыжий хлебные и белые они всегда украшают интерьер они всегда смотрятся живо и они бьют по глазам как говорится а просто располагают к уюту и если еще и стена соответственно подходит по цвету то смотрите как нежно и приятно итак теперь мы перекрашиваем вот у нас цветочек ждет перекрашиваем или красим фонарь и вот эту нашу вазу или кашпо так она уже стоит на картонке чтобы не испачкать стол я взяла кружку чтобы показать вам какого цвета я хочу сделать примерно ну наверно разведу вот такой или посветлее и буду красить фонарь и кашпо при смешивании добавляем немножко краски по чуть-чуть чтобы не сделать чрезмерно темный цвет поэтому добавляйте понемногу хорошо перемешивайте и если мало еще добавляйте и не нужно забывать что при просушке цвет станет еще темнее поэтому имейте это ввиду вот вот я уже смешала и буду красить так как я знаю что станет немного темнее то я уже остановлюсь красить я буду кухонной губкой и сразу просушивать можно было кистью но останутся полоса у меня же здесь вот такие пупырышки поэтому обязательно кухонной губкой прохожу наверное буду красить один раз но хорошенько вот так вот промакивая все чтобы краска у меня попала во все поры также буду красить фонарь только я буду красить его кистью и потом проходить тоже кухонной губкой кто хочет чтобы было пятниста например белый цвет выявлялся можете вот так сделать смотрите если вы протираете то видно белые пятна но я хочу однородную массу я передела три кашпо на самом деле одно кашпо было бежевое одно светло розовое другое темно розовое и теперь они у серенькие потом покажу как они у меня смотрятся а сейчас перекрашиваю фонарь фонарь и здесь приклеила веревку обожгла ее чтобы она не была лохматой и здесь кружева тоже если вы помните можно будет потом оттенить белокраска но сейчас а еще что я сделала я приклеила шпажки как вы видите спереди и сзади и и также поменяла вот макушечку вот эту вот перекрашиваем серой краской буду красить кистью и посмотрю потом может быть пройдусь поролоном но сначала все все мне нужно прокрасить кистью особенно вот эти веревки должны быть хорошенько закрашены в таком стиле лофт будет фонарь вот не бога все сегодня плохо это лофт вместе с этими вот кашпо да вот здесь вот веревку прокрашиваю кистью а потом уже прохожусь губочкой потом покажу сейчас покрашу фонарь покрасила теперь я возьму немножко черные белые краски возьму маленький кусочек поролона и буду обмакивать в черную и белую краску проходить вот эти места черные белой краской как я сказал это стиль лофт поэтому это такое у меня черное серым из белым и и вот здесь посильнее можно потом размазать штрихи веревку потемней и таким образом я буду прокрашивать вот постукивать поролон и прокрашивать края некоторые места черной краской а сверху пройдусь затем еще и белый веревку посильнее прокрашу получилось заморажка и теперь я прохожу немного с белой краской вот так вот у меня сейчас садится камера я вам покажу что получилось у меня с уже забыл как называется то скажу повод а то сейчас все закончится и опять вам не покажу и так кашпо как они выглядят кашпо теперь выглядят вот так они все одного цветом очень хорошо смотрятся то были разнобои бежевые розовые темно-розовые вот и здесь вот они с цветочками прекрасно сочетаются вот так и с диваном тоже таким вот образом глиняная ваза смотрится вот так очень теперь нравится я прям хотела такую вазу но не если покупать дорогие да и нету такой формы знаете вот чтобы с ручкой было а еще чтоб веревка на ручке было мне очень тоже нравится а вот так выглядит подсвечник стиле лов не нашла другой свечу извиняюсь пришлось близко поставить и вот так вот он теперь смотрится в интерьере вот такой как будто металлический с этими грубыми вазами очень хорошо тоже сочетается вот так петля кривая немножко поправим ну вот как-то так или вот так ну в общем все что я хотела сегодня переделала спасибо большое за комментарии за ваши я все читаю но отвечать пока никогда было извиняюсь по возможности буду отвечать желаю вам всего самого наилучшего начала осени пусть она будет теплой и бархатной и еще погреет вас и так всего самого наилучшего всем пока пока